Итак, команда ММА Бетс, и сейчас мы будем с вами обсуждать противоречивый турнир, который стал, наверное, самым неудачным для российских болельщиков, из тех, которые прошли в России непосредственно. И мы тоже не особо были в восторге от самого этого турнира, от результата боев, в каких-то моментах от судейства. И Арсений, который сейчас будет с вами здороваться, он очень рад вас видеть, расскажет вам, да, что он, в принципе, думает про этот турнир. Да, всем привет. Ну да, противоречивый реальный турнир такой, он ожидался не очень, то есть, да, там, причем у нас на родине, куда можно было на самом деле и съездить, посмотреть, да, но, видя карт, у меня просто отпало любое желание, даже минимальное туда поехать. И, в принципе, я думаю, что не зря, да, по итогу. Я бы даже сказал, даже не столько по итогу, сколько по боям, потому что, по большей части, зрелищными они не были. И многие бои сами по себе показали, что меня больше всего расстроило. Я не сильно, в общем-то, печалюсь, когда вижу много борьбы в боях, допустим, и отдаю себе отчет в том, что это смешанное единоборство, и борьба это такая же составляющая, как ударная техника, там, руками-ногами и все остальное. Больше всего меня расстраивает, когда я вижу бои низкоуровневые, которые мог бы посмотреть где-нибудь в битве на Волге. Но смотрю их почему-то лучшей организацией мира. И к этому мы обязательно вернемся, и, наверное, даже с этого и начнем. И первый бой, Григорий Попов, Дэви Грант. Вот Попов известен нам как хороший такой ударник с ударной базой. Однако показал этот парень нам то, что он умеет работать в клинче. Ну, где его руки? Просто это... Я не знаю. Парень просто стоит, держит руки у лица и не знает, как бить, не знает, как сократить дистанцию, войти на ударную дистанцию, удобную для себя. В целом, бой выглядел, как, знаешь, такая небольшая потасовка двух уважаемых людей гаражного кооператива, которые немного перебрали с алкоголем. Чуть-чуть, да решили выяснить отношения. Просто, ну, Грант немного был лучше в стойке, что для меня стало неожиданностью. Но при этом Попов отлично показал себя в партере. Он отлично показал, что может работать в грэплинге и сверху, и снизу. Отлично выходил на доминирующие позиции. В общем, бой для меня такое, скажем, некоторое удивление произвел. И в связи с этим, ну, я не знаю, это просто какое-то чудо, блядь. Григорий Попов, я не знаю, что ему надо делать с ударной техникой. Он тренит с Петром Яном, но это просто, ну, очень низкий уровень. Однако партер, партер все-таки достаточно неплох. Ну, этот, грушу Петра Яну, да. Короче, реально там история душ-щипательная, да, у него. Причем дебют был неплох, да. Потрясал он Вайланда. Руками причем, да. И здесь он выходит. Ну, короче, скажем так, многие люди ставили на Гранта. Причем, ну, ставка реально, как оказалось, была хорошая. Ну, по факту же, я не видел его фаворитом здесь Попов, мне кажется. Ну, все равно даже. Ну, Грант справедливости ради фаворитов и не был. Ну, да. По факту, то есть, что надо сказать, это было все, чтобы Попов здесь закончил бой досрочно. Было, этот, плохой кардиогранта. Были заваливания от него, ну, от него же, да. Но, просто, Попов вообще не мог, не знаю, скорее, да, не мог воспользоваться ничем. Причем, там были и хорошие попытки сабмишна, но то он Кимур не так взял. Ну, там чисто на физике, да, он, помнишь, Кимур. Да, я думаю, здесь дело даже не в том, что он не мог. Здесь дело в том, что он не знал, что делать. Ему не поставили грамотный геймплан. Вот, очевидно, то, что у парня хорошо работает все, что связано с борьбой. И в этом ключе он выглядит более предпочтительнее, чем его соперник. Но почему-то он сам особо не предпринимает попытки перевести бой в партер, стоит в стойке и получает удары. Вот, знаешь, какой бой мне это напомнило? Вот этот бой Элкинса с этим хуем, грэпплером, холлом, когда он весь бой выиграл, по сути, этим, блядь, вот, отходя, вот, отпинываясь ногой, ну, типа, как, уйди противный, блядь. И Грант то же самое делал, по сути. Попов ничего не мог предпринять против этого удара. Грант разворачивается с жопой, пинает его, блядь, и отходит. И все, вот, по сути, единственное, реально очень такое, действенное оружие, против которого Попов ничего не смог сделать. Блядь, я не знаю, почему он не стал предпринимать больше попыток перевести бой в партер, это вопрос к тренерскому штабу, которые, ну, я не знаю, до боя, может быть, могли этого, не знаю, ну, в процессе, там, в середине, в перерывах между раундом, можно уж было ему подсказать? Ну да, уже видно было. А вообще, то есть, Дэвид Грант устал уже во втором раунде, и второй раунд Попов мог забирать, но не сделал этого, да? Ну, я думаю, я думаю, второй он и забрал, вопрос оставался в третьем раунде, почему раздельное решение, собственно, и было, но двое судей посчитали, что Грант был здесь более успешен, поэтому, ну, имеем, что имеем. Мне показалось, что третий раунд прям точно за Поповым, но, собственно, не имеет значения уже. Кстати, судейство здесь было тоже противоречивое, но по этому бою, в принципе, вопросов у меня нет. Да, здесь я согласен, здесь победитель вполне закономерный, мог быть и не он, потому что он не являлся лучшим бойцом здесь, но он был лучше готов с точки зрения тактики, поэтому его подняли именно на его руку. Понравился бой мне девчат, реально, то есть писал до боя, когда их анонсировали, типа, что можно поехать в Москву, только... Просто нормальные девчата, все, на этом давай остановимся. В эту группу, да, ссылочка где? В описании, да, то есть можно поехать в Москву, посмотреть чисто этот бой, да, и уехать, вот. Ну, реально, то есть показали классный бой, во-первых, да, они симпатичные, да, во-вторых, реально навыки присутствуют, вот этот локоть во втором раунде от Джессики, который пасек... Да, клацнул так хорошо на весь этот, на всю ЦСКА-арену. Да, потом Кианзан прям жестко вставлял свои панчи, там, ну, за малым не было нокдаунов, там, короче, и Кианзан, по сути, ну, в такой жесткой манере отработала бой, из-за единственным моментом, что непонятно, почему она вообще не использовала борьбу, тут скорее Кларк хотел бороться, вот, но Кианзан, естественно, ей не дала, потому что она в этом аспекте в первом бою была лучше. Вот, ну, как боец лучше Пенни, плюс Кларк перешла в новый вес, да, ну, в принципе, Кларк неплохой бой показал, учитывая, что Кианзан тоже боец хороший, хоть и с двумя поражениями, да, типа, ну, от кого поражение, там, Чиасон, да, и Авила, которая тоже отличным бойцом является. Да, поэтому здесь никаких вопросов нет, я помню, ты там в процессе боя спрашивал, почему она продолжает вести бой в стойке, ну, как оказалось, это, в принципе, вполне выигрышная стратегия для нее, потому что она мало того, что показала хороший бой еще, и перебила соперницу, и, соответственно, забрала победу себе. Ну да, вот это просто локоть опасный был в втором раунде, который мог к чему угодно перейти. Ну, стойка, это стойка всегда, тут всегда остается вероятность пропустить какой-нибудь шальный удар, который может поменять ход поединка, но в этот раз этого не случилось, и, соответственно, более лучший боец одержал победу. Причем, реально, вот этот бой, он был очень, ну, по сравнению с остальными, реально ярким. Согласен. Ну, это осталось, в основном, по сравнению со следующим боем. Да. Вот, ну, как бы непонятен не был геймплан Яковлева, причем, не знаю, особо бороться он не пытался в первом раунде, хотя, по сути, там и сил было больше, да, и как бы, ну... Как мы видели, вполне, я думаю, для него это было посильно, потому что далее у него трикдауны проходили. То есть, реально, если бы он в первом раунде пытался бороться, то, как бы, ну, номинально он мог и второй раунд так же, как он его забрал, забрать. По факту, Рузвельт отработал отлично в стойке, в стойке он гораздо лучше, вот. Второй раунд, да, проиграл Рузвельт, именно в партере, да, там отличный перевод. Яковля был, такое, смещение с центральной оси, то есть, не классическое выдергивание ног, да, ты, ну, зафиксировал ноги, да, и сместил в этот, ну, так скажем, бог, да, такой в сайт. Ну, короче, хороший, классный перевод. Яковлев, казалось, что перехватывает инициативу, ну, потом Рузвельт отлично подстроился, и как раз то, на что я акцент, как бы, делал к этому бою, то есть, вот этот момент, то, что Рузвельт отлично использует гильотину, на самом деле, я предполагал, что Рузвельт вообще может задушить Яковлева здесь, но Яковлев просто, ну, можно сказать, феноменально, да, защищался от нее, он просто в полете делал, там, тройной тулуп, да, падая на спину и выходя из этой гильотины, ну, конечно, отдавал позицию и проигрывал, там, минуты, такие, которые являлись ценными для, в этом бою. Знаешь, я бы сказал, что здесь стал решающим один момент в этом поединке, который произошел в конце третьего раунда, когда он совершил ошибку в попытке перевести соперника и, соответственно, отдал ему маунт. То, что такую просто вафленую позицию занять в конце третьего раунда, который, по сути, был плюс-минус равным и его вполне могли отдать тебе, но, когда соперник занимает настолько доминирующую позицию, причем на относительно длительный участок времени, это, соответственно, сводит шансы на победу ближе к нулю и это мы увидели. Да, конечно, бой был близкий, но вот именно из таких моментов, по сути, решения и складываются по большей части, потому что ты можешь прям очень хорошо выглядеть, очень близко, но потом упасть в нокдаун или залезть в сабмишин и, по сути, засрать себе весь раунд. Да, это такое было начало падения русских бойцов, да, ну, российских. Сначала Попов, потом Ильяковлев и дальше, на самом деле, все только продолжилось, да, и Абубакра, Нурмагомедов и Давид Завада на самом деле для меня лично крайне интригующий бой был. Мне нравится Сагат, но при этом я отдал отчет, что по факту реально в борьбе он гораздо хуже. И валяли его уже и в КСВ, и в UFC Роберт мог активно применять партер здесь. То есть, по факту, что мы увидели, что Абубакар даже в стойке был лучше, да. Он подбил глаз Заваде и сразу провел очень легкий для себя тейкдаун. Но при этом настолько легко Завада вышла на треугольник и еще Бакар еще сместился так вбок как будто специально прям под этот под удушающий. Ну, короче, очень плохая позиция, из которой очень такая была, ну, как сказать, не то, что забавная, забавно не было, было противоречиво на фоне слов там Монапа, да, вот этой всего говна, которую там они выливают. Ну, он тапнул там не был вызовом руки, да, твой дебют, там, люди смотрят. Ну, я, естественно, не осуждаю за тапы, то есть ты имеешь в виду то, что еще давние слова были, когда Абдул Монап говорил то, что бойцы, которые тапают, они не имеют стержня или что-то такое, ты про это? А он регулярно это говорит, собственно, и Нурмагомедов сам, Хабиб постоянно об этом тоже говорит, типа там Конор тап машина, там, типа, у него нет духа, те кто... Кстати, блядь, к слову Конора, ты ж видел, там он в Твиттере разразился этими очередными, блядь, изъявлениями, когда этот бой прошел. Да, я сейчас выуживаю, забыл. Да, надо выложить в группу, будет. Ну, если честно, у меня нет никаких предрассудков по части сабмишинов, по части сдачи, потому что бывают ситуации, когда реально, ну, положение безвыходное, допустим, как в случае с Франком Мира Антонио Родриго Нагейрой, в таких ситуациях, ты можешь постучать и начать тренироваться уже завтра, можешь не постучать и в перспективе не начать тренироваться вообще никогда больше. Так что, здесь просто нужно иногда отключать эмоции и включать голову. Что касается Абубакара, мы в подкасте отмечали тот факт, что как боец он лучше, и в целом, ну, скажем так, является достаточно хорошим универсалом с отличным лагерем. Но даже сам Абдулманаб говорил то, что он не такой трудолюбивый, как Хабиб, и в какой-то мере может давать себе некоторые поблажки. И в ПФЛ мы видели у него с достаточно слабыми бойцами порой были некоторые проблемы. И сейчас он выглядел как боец, который лучше в стойке, лучше в партере, но вот на секундочку зазевался и завада не упустил свой момент. Он из одного момента, по сути, в поединке одного извлек для себя все, что можно было и забрал победу. Поэтому Абабукару пожелаем не отчаиваться, у него все самое лучшее еще впереди. А заваду поздравляем с победой, он показал себя достаточно хорошо. Завада, кстати, с одной почкой боец. Очень такой этот крутой момент. Ну да, кстати, тоже, да, такой интересный момент, потому что люди с одной почкой это по сути вообще как он вообще вес гоняет. Да, инвалиды. Человек мало того, что вес гоняет, еще находится в хорошей форме и выступает на достаточно высоком уровне. Так что тоже примечательный момент. Следующий бой... Блядь, это для просто разочарования турнира. Ну да, согласен. Да. Тот боец, которому я давал максимальное количество акций, максимальное количество уверенности в его удачном выступлении, случилось с ним то, что случается с некоторыми бойцами при дебюте на большой арене, к сожалению. Я вот не один раз ловил себя на мысли вот в ходе поединка, что ой, бать, Роман включился, вот посмотри, он начал взвинчивать темп, Робертс получает в лицо и начинает теряться, он не знает, что делать. Роман начинает прессинговать его и я понимаю, что вот сейчас вот, да, вот так вот включился и пошел вперед, начни прессинговать его, не стой на дистанции лоу-кика. Но проходит секунд 40 и Роман возвращается и дальше получает лоу-кики. Я не знаю, с чем это связано, может в него Григорий Попов вселился на момент вот этих вот торможений. Что с ним случилось, я просто не представляю. Ну, мало боев у парня, может быть, перегорел, всякое может быть. Видно было по ходу поединка, что он хорош. Он может в определенных аспектах быть даже сильнее Робертса. И его ударная техника как минимум в целом не хуже. Но он почему-то ее не показывал. Он показывал то, что достаточно стойко может переживать лоу-кики. Ну, я не знаю. Меня очень разочаровало такое выступление. Я не знаю, почему, но я видел в комментариях тоже там писали, что там, ну, как сказать, порадовались, короче, за поражение Копылова. Там писали, это не Fight Night, пацаны там. Ну, у нас, ты сам знаешь, какие у нас болельщики преимущественно. Ну, в целом люди, которые прям радуются, когда человек получает поражение, человек терпит неудачу, для них это как бальзам на душу. Я, если честно, не знаю, почему. Не знаю, везде так, или это только у нас, но когда начинают именно откровенно язвить, не имея никакой, скажем так, антипатии к человеку, я понимаю, что у тебя есть какая-то предыстория, тебе в принципе не нравится этот боец. Всякое бывает, мы все в какой-то мере предвзяты можем быть к тем людям, которые лично тебе в какой-то мере неприятны. А когда ты про всех пишешь там, вот этот лох, этот вот тоже лох, вот эти все лохи, блядь. Это говноед, этот хрисос. Не вытянули, да, вот посмотрите, я же говорю, это вам там не Fight Nights, блядь, не, я не знаю, там битва на Волге, даже не М1, вот это вам тут, вы же сами видите, какой уровень. Это гниль просто полнейшая, так не должно быть, нужно иметь элементарное уважение. Ну хочется сразу объясниться, то есть сказать, что Копылов молодой парень, да, то есть вполне может быть все впереди у него. Плюс ко всему Карл Робертсон это, ну, уровень, это реально уровень, он выступал и в полутяжелом весе, он заряжен по самые помидоры, да, мы видели прекрасно. Я бы сказал, в первую очередь уровень в плане своей физической и эндокринной подготовки является у меня. Это достаточно такое, ну вы сами просто посмотрите на его фотку даже здесь, это хороший, скажем так, уровень в плане физики у этого парня, и кроме того, технически он также хорошо подготовлен. Был у меня очень серьезный вопрос к его бойцовскому IQ, потому что раньше он постоянно давал какие-то проблемы в этом направлении, но в этот раз он показал отличный бойцовский IQ, он избрал отличный геймплан и, соответственно, довел бой до победного даже не решения сабмишина. кстати, по поводу сабмишина тоже есть вопрос, каплоп прям очень серьезно ему в глаз залез, даже бровь ему рассек, не бровь, вернее, века под бровью, кровь протекла, я смотрю, короче, врач остановил кровь, тебе что-то думаю, ебать, он ему что, глаз высадил, что ли, пиздец вообще, и после этого Роберсон еще находит в себе силы, совершает перевод, забирает спину, не думал, ему сказали, ты будешь продолжать, он такой, да, да, я готов. Ну, в принципе, он мог бы сказать, я не буду продолжать и выиграл бы техническим решением, но он продолжил и, мало того, что не решением выиграл, еще и засабмитил, ну, похвально, отличное выступление. Да, он вообще красава, причем, мы с тобой разговаривали о его форме, это реально такой, ну, для меня личный, можно сказать, идеал, да, какие у него руки, блядь, ну, это просто, вообще невероятно. плечи, в принципе, такой, именно, скажем так, ну, такая модельная внешность у чувака, нежели бойцовская. Вообще, просто невероятно. Кардио, все, короче, круто, у Романа Кополова, я думаю, он будет больше бороться здесь, но, по факту, привезли ему достаточно удобного соперника, конечно, я перед же говорю, Робертсон, это высокий уровень, но, он тоже ударник, что, в принципе, для Кополова должно было быть удобно, но, ну, ты знаешь, да, я надеюсь, то, что это все временное, надеюсь, то, что это все вопрос опыта, и, соответственно, он извлечет необходимые выводы из этого поединка, и вернется, как обычно любят говорить, сильнее, ну, причем, не так, не для галочки, а именно реально сильнее вернется, и покажет нам еще не одно хорошее выступление. По следующему бою, если честно, я, может быть, кого-то удивлю, но, я здесь, как бы, ах, короче, сделаем флэшбэк такой к бою Бояна Величковича и Джейка Мэтьюза, вот, когда Боян прижимал, там, когда, короче, то ли Мэтьюз, то ли Боян, они, короче, прижимали друг друга, да, один прижимает, а другой бьет, и кому ты дашь победу, к тому, кто прижимает, или кто, который бьет, как бы, третий раунд, да, забрал Хабилов, но по первому двуму, у меня лично, вообще, короче, я бы, не знаю, это просто, я бы, анекдот, смотреть невозможно, просто, такое же полазание, да, такое, вот, это не была борьба, да, борьба, это активные моменты, там, меняешь позиции, это просто, вот, клинч, блядь, вообще, бездействие от Хабилова, он вообще не бил, да, поэтому, как ему можно раунды отдавать, я сейчас не понимаю, но, в принципе, конечно, можно понять, за что отдали, там, победу, больше у меня вопросов к рефери, потому что, ну, три минуты, блядь, стоит тип, вообще ничего не делает, да, просто, три минуты, ну, ты можешь после минуты уже развести их, а ты стоишь, смотришь на это дерьмо, это, ну, это массу вопросов вызывает, плюс ко всему, кондошка, реально, как я считаю, действовал меньше, чем должен был, но, по факту, он попадал больше, был активнее, даже в этих моментах, где он, как бы, снизу работал, да, ну, что, ну, вот он лежит на тебе, но ты пропускаешь удары, даже если они, как бы, не акцентированные, да, ты все равно, как бы, кто выиграл в бою, я считаю, тут вообще никто не выиграл, особенно, тут, тут есть один проигравший, это проигравший зритель, ну, много проигравших, причем, таким единогласным решением, не знаю, у нас много уже вопросов было, по поводу, нового судейства, то, что там, новые правила эти, создали, блядь, что, это будет судиться так, а это будет судиться вот так, по факту, мы видим, что ничего не поменялось, и судят, максимально субъективно, это касается, и судей за пределами октагона, и рефери в октагоне, все принимается абсолютно субъективно, Рустам Хабилов, ну, его тактика, в принципе, понятна, все прекрасно знали, что он будет делать, и Сергей Хондошко, ничего не смог, к сожалению, этому противопоставить, я не знаю, он был больше, он был выше, и какие-то, может, моменты за счет своего роста, и в общих габаритах, мог бы выделить для себя, для победы в этом поединке, но не получилось, наверное, опыта ему в этот раз не хватило, посмотрим, я не думаю, то, что у него возникнут какие-то проблемы с руководством, потому что это только первое поражение, и надеюсь, что дальше ему дадут соперника более удобного, по факту, Рустам Хабилов, ему я желаю вернуться в легкий вес все-таки, потому что для полутяжелого, фу, блядь, полутяжелого, полусреднего, он все-таки маловато, ну, я думаю, он не вернется уже, потому что, ну, уже травм полной, гонять не может, а Хандошко, на самом деле, потянул борьбу, очень круто, он и Акману не давал бороться, и здесь он, пока не устал, вообще-то, играл, но ни одного не дал, ну, в принципе, ну, это да, я согласен, это лучше, конечно, чем то, что мы видели, тут вообще не было, в СССР, то, что мы видели, это вообще просто небо и земля, да, у меня перейдем, да, к нормальному бою, к нормальному, скажем так, выступлению, Анкалаев, он Ямбо, он Ямбо, такой заряженный тип, значит, анаболический брат червей, из этих, из людей в черном, он, знаешь, это кого напоминает, этот блогер, блядь, качок, знаешь, темнокожий такой, который, инстаграм ведет и достаточно популярен в пабликах, типа протеин, с таким же, блядь, взглядом, Ганнибал, что ли, что-то такое? Нет, не Ганнибал, я тебе скину потом, там этот, чувак вообще абсолютно обезбашенный, ну, в принципе, я же говорю, с взглядом таким же, и поэтому тоже видно, что там, блядь, в голове ты так, как обезьянка с этими, блядь, с двумя тарелками. Ну, он заряжен по самому помидору, да, и реально он был хуже, он был хуже в ударке, он был хуже в борьбе, хотя, как бы, бороться именно он начинал, и у Анкалаев неплохо защищался от этих тейкдаунов, но гораздо быстрее устал, да, 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 и в первом раунде даже, ну, просто, у парня нет техники, у парня нет подготовки, нет опыта, да, у парня есть только атлетизм, есть невероятный, да, атлетизм и борьба, но Анкалаев, очень удобный для него соперник в этом плане, то есть, именно потому, что он с борцовской подготовкой, очень, ну, знаком, так скажем, ну, и плюс отличная стойка, в стойке он его просто разбирал, но один раз взорвался, да, и отправил, по сути, в нокдаун Анкалаеву, ну, такой, как бы, не полноценный нокдаун, да, а фуешка такой, присел на коленку, как в этом, как в игре в UFC, оп, на коленочку, ну, в общем, Анкалаев красава, отработал аккуратно, во втором раунде, вообще был полный декласс, я просто, можно сказать, трясся, чтобы не остановили бой, раньше времени, ну, и в третьем раунде, прям в начале, он его жестко поймал фронткиком, и далчит, так же, так как там, амплитудно откатился к концу клетки, и был доработан там. Да, причем, такой, нокаут, скорее даже, ну, в этом случае, нокдаун, просто, ну, в лучших традициях, Лио Томачиде, прям очень-очень классное потрясение было, поэтому, ну, 50 тысяч вполне заслуженно. Следующие два боя вызвали много вопросов по судейским запискам. Вот лично у меня следующий бой не вызвал никаких вообще, как бы, раздумий, да, кто выиграл, кто не выиграл, то есть, я не знаю, вот почему сложилось такое, как бы, мнение, что первый раунд Шамиль проиграл. Он, он был, вот по факту, он был чуть хуже на руках, да, но именно количеством, да, ударов по корпусу, ударов по ногам и по голове он тоже попадал, он этот раунд забрал, ну, лично для меня однозначно. Второй раунд, да, второй раунд Клицин намного лучше работал руками, попадал, и плюс еще ко всему, когда вошли в клинч, он сделал такой красивый тейкдаун, но не смог удержать партери Грамзатова. На самом деле, я вообще ожидал от Грамзатова еще хуже в выступлении. Почему-то люди, ну, не почему-то, а просто, как бы, топили за Абрео и, наверное, как-то повлияло на их восприятие оценки раундов. Третий раунд однозначно слил Абрео, подустал по кардио и Шамиль, наоборот, так скажем, он, Шамиль вообще устал очень быстро, быстрее, чем ПФЛ, и мне казалось, что все, как бы, после первого раунда он сольет два остальных, слил он второй, я думал, ну, все уже, как бы, жалко, но, по факту, красава, собрался, отдохнул и намного больше ударов нанес, прессинговал, Абрео приходилось отступать, пропускать удары, ну, в принципе, для меня не стало удивлением, что 2-1 взял он этот бой, как бы, я не знаю, с чего, как бы, подумали, что здесь, как бы, ну, любой бой, который дошел до решения, его можно считать близким, да, но, лично для меня, тут 2 раунда взял Шамиль и, в принципе, вопросов у меня не вызывало никаких. Знаешь, это такой бой был, несмотря на то, что я считал Абрео достаточно опасным соперником, как он и, в принципе, и оказался, это был близкий бой, но, опять же, здесь я вынужден с тобой согласиться, у меня лично вопросов не было, и здесь для меня главной точкой я стоял именно 3-й раунд, потому что, как правило, считается 3-й раунд, как бы, заключительный в поединке, и боец собрался, боец взял 1-й раунд, боец взял 3-й раунд, и в конце поединка он был лучше, поэтому здесь лично у меня никаких вопросов нет, Шамиль действительно выиграл этот поединок, Клица на Брео провел очень важный тейкдаун во втором раунде, который позволил ему этот раунд прибрать себе, но на этом, по сути, его успехи и закончились, он дал хороший бой, он не был мешком для битья ни в первом, ни в третьем раунде, но при этом, я их все же отдаю Шамилю, поэтому 2-1 по раундам, здесь я склоняюсь к победе Шамиля. Следующий раунд, следующий бой у меня подпалил очко, изначально я топил за Тони, первое... Тут вообще хуй поймешь, на самом деле, потому что люди склоняются, одни пишут, выиграл 30-27 имеев, другие 30-27 мартин, и реально, мне очень сложно будет сейчас что-то сказать по этому поводу, потому что, бля, единственный бой, который я не видел, я отходил. Ну, я этот бой смотрел, да, и... то есть, изначально, вообще, первый став, который я выбрал, это Мартин, но, пересмотрев бои, да, видно было, что Имеев должен быть лучше в партере, и реально так и оказалось, да, то есть, он мог переводить, он мог контролировать, он на самом деле и в стойке не особо уступал, работали амплитудные удары, которые рассекли нос Мартину, которые заливали там кровью его, да, не знаю, в общем, я лично не одну, я, я вот, когда бой посмотрел, я не мог подумать даже, какой раунд можно дать Мартину, я думал, что, как бы, и первый, второй, и третий, как бы, Имеев прибрал, когда я вот слышал 3-27, я, как бы, ничему не удивился, но когда, когда увидел, кому руку подняли, я, естественно, был в недоумении, ну, там сразу зал взорвался, блядь, начали это там, да, свистывать Мартина. Ну, Мартин, как бы, делал, как бы, для себя все нормально, да, работал джеб, работал лоу-кик, но по факту, больше ничего не было, то есть, амплитудные удары заходили от Имеева, жоп, голова до жопы, как любит, как любит говорить Ковалев, да, отлетала у Мартина, не знаю, были кривляния только от него, да, язык вытаскивал, когда ебало было все в крови, я, я, честно, не знаю, вот, твой ебало в крови, у тебя нос рассечен, да, и ты там язык вытаскиваешь, ну, как бы, не знаю, да, работали лоу-кики, да, но были переводы, вот эти попытки сабмишина, за которые некоторые, как бы, отдают какие-то там моменты, ну, реально, это вот из разряда, когда Майкл Джонсон сделал гильотину Хабибу, да, ну, и что дальше, как бы, да, сделал гильотину, и где они оказались, они оказались в партере, и был контроль от Хабиба, да, и, в принципе, что, отдавать за попытку сабмишина Джонсону, что ли, раунд, или как это расценивать, ну, как бы, да, Тони хорош в джиу-джитсу, да, там, не мог контролировать его, Аймиев, ну, там, прям, долго, да, но в клинче, и в партере, и даже в стойке попадал он лучше гораздо, поэтому, я лично здесь Тони Мартина победу не увидел, но, я даже близкий бой, на самом деле, не увидел, не знаю, может, пересматривать, я, честно, даже не хочу этот, этого дельмарского, да, вот, собственно, может быть, пересмотрю, когда я какой-нибудь бой анонсирую, из этого, из этой двойки. Да, мне, тем более, я этот бой не видел, как-нибудь пересмотрю в любом случае, но в ближайшее время я не буду этим заниматься, поэтому оставлю мнение при себе, оно не будет ни в коем разе объективным, поскольку я этот бой могу только оценить по статистике, поэтому перейдем к следующему поединку, и здесь для меня второе главное разочарование в турнире, потому что у меня находиться Абрагимова возлагал надежды по-человечески, мне хотелось, чтобы этот парень выиграл, но приятный человек, интересный такой, скажем, показался интересным в интервью, и я думал то, что он с нормальной подготовкой, несмотря на то, что он опять вышел на коротком уведомлении, он тренировался, он был в лучшей форме, чем в предыдущий раз, но, но не вытянул он даже по физике Хермана, вообще никак. Херман, который, по сути, является уже ветераном, который не то, что близок к завершению карьеры, ну, мужику уже 40 лет, блядь, он выступает целую вечность, и никогда полутяжем не был, он почти всю карьеру провел в 84 килограммах, и только-только недавно, под занавес карьеры, он вышел на 93 килограмма, и Хадис ничего не смог ему сделать, даже чистые удары проходили у него, и потрясти Хермана для него не представлялось возможным, хотя Херман никогда не славился крепкой челюстью. Хадису нужно однозначно менять категорию, нужно спускаться в 84 килограмма, потому что Эд Херман не является ни самым крепким бойцом с точки зрения умения держать удар, ни самым сильным физически, и Хадиса он просто задавил по физике, он стоял у сетки, и ничего не смог с этим поделать, там и колени, и локти, все что угодно, Хадис просто выглядел здесь, как существенно более слабый боец, вот и все. Еще хочу сказать, что Мартин сказал там, да, что рак обнаружили у Кайла Харрисон, у его девушки, я, честно, охуел просто, если честно, от этой новости, потому что ничего не предвещало беды, как бы, и очень жалко, ну, собственно, просто как информация, а по следующему бою, да, Хадис, ну, нормальный парень, да, доминирующий чем, там, М1, вот, и прыгать тому вот Азиату, да, это было, как бы, зашквар, здесь я таким не считаю, это поражение, потому что, ну, Херман все-таки такой опытный боец, да, хороший, красава. Даже дело не в том, что зашкварный, или нет, это не зашкварно, и первое поражение не было зашкварным, потому что он там сделал ставку на досрочку, и она не сыграла, такое бывает, но он выглядел просто натурально слабее, вот и все, я вот что отмечаю, то, что нужно ему менять категорию, реально, представь, если бы на месте Хермана был бы какой-нибудь конкретный полутяж, действительно сильный, действительно налитый, что было бы, пиздец же был бы, да тот же он какой-нибудь поляк, он возьмем поликаут, этого какого-то зовут, Блаховича? Нет, Блаховича-то понятно, там убил бы его, но я этот... Прочнё? Не, Прочнё бы сдох, Прочнё да, вот с ним можно, да. Вот, ну короче, ладно, который этот, который, лорд, вот, а этот, Алексейчук? Да, так он вот, кстати, он физически крепким не выглядит особо, но ебашит при этом как царь, реально как лорд. Вот, но Хадис, как человек неплохой, да, поэтому поражение его очень, ну трудно воспринимать, но, здесь реально, то есть, то, что он стоял в клинче, получал пизды, это как бы не стало для меня удивлением, потому что этот Херман всю карьеру свавил со своим клинчем, это была фишка его, но самое то, что интересно, то как Херман просто поднимал Хадиса из попытки прохода, просто как, ну не знаю, как на тренировке, знаешь. Да, мало того, что и насчёт клинча, Хадис мог быть слабее там, это нормально, но то, что он выйти из клинча не мог, это уж совсем другое. Да, 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 то есть просто держать его за голову, он не мог это ничего поделать, Херман красава, прям отработал на этом, на классе, конечно, устал тоже, ну, извините, да, сколько ему там, под 40 лет, по-моему лет. Да, да, ему, ему 39. Бой получился, кстати, хорошим. Он же там, это, он же там говорит, типа, типа, я старый уже там, поэтому, бой выиграл, пойду выпью водки и приглашу, ходи, сотренироваться. Ну, красава, чувак, просто, что сказать. Да, ну, следующий бой, да, единственный, наверное, где я реально живал под поражение, да, нашему бойцу, потому что, ну, быть настолько, не знаю, как сказать, ну, гнилым, или как, не знаю, как объяснить, вот, постоянно говорить там, я вот там, спарень партнера врубал, и, как бы, этим городиться, там, постоянно езжать, вот стоит Дэнни Робертс, улыбается перед тобой, а ты ему там какую-то хуйню затираешь, то есть, не где-то там, типа, в интервьюшке, да, там, что-нибудь сказать громкое, чтобы подогреть интерес, а стоять на него бычить какую-то хуйню, там, что-то, что-то, короче, какой-то выливать, какую-то грязь, вот, это уже совсем другое дело, да, и вот эта вот тема, что там жидкие, нежидкие, да, тут разлетелось по инету, Знаешь, это какая ситуация, это как можно характеризовать, вот Зелим и Мадаев, это такой человек, которого бы ты никогда не захотел увидеть против себя на улице, потому что чувак определенно воспринимает любое противостояние, как нечто личное, для него каждый спарринг, это принципиальный момент, это читается по его интервью, это читается по его разговорам, по его отношению к соперникам, то, что он говорит, нормально я работаю в спаррингах, я типа стремлюсь вырубить, или меня стремятся вырубить, мы работаем очень жестко, ну, знаете, такие бойцы есть, это тот же Диего Санчес, или Ван дер Лей Сильва, которые всегда всю карьеру работали на спаррингах так, что там пытались оторвать голову своему визави, ну, кто-то считает это неправильным, ну, вот они почему-то дерутся так, и, соответственно, он на взвешивании стоит, что-то там на Робертса смотрит, как будто тот, ну, реально украл у него что-то, просто, ну, видно, что для чувака реально даже просто сам факт наличия соперника, это уже принципиально личный момент, и пошел он драться, натурально драться, забивать у сетки, но Робертс был более разумным бойцом, хотя местами меня, ну, пугали моменты, которые он совершал, вот, например, когда он пытался проводить тейкдаун и проиграл позицию, но, к счастью, он быстро выходил на доминирующие позиции, и оправдал звание такого, скажем, самого перспективного андердога, которого, я не скажу, что я выделял, мы выделяли, и показал отличное выступление, Зелиму не знаю, Зелиму я бы пожелал немножко приземлиться в плане своего отношения к соперникам, немножко более уважительно к ним относиться, и немножко более холодно, с холодной головой подходить к боям, потому что, если у тебя соперник не уступает в ударной технике, может работать на контратаках, драться с ним вот так вот просто, лететь с открытым забралом нельзя, это всегда будет нести последствия. Ну, по раундам, первый раунд, ну, все-таки показал, и забрал Зелима, если честно, ну, во втором уже перебирал инициативу в свои руки Робертс, хотя и пропустил там тейк, там, да, вот эти дела, вот, но, как же он красиво его поймал, да, просто, левый хук, да, который, ну, перевернул, просто Зелима в другую сторону, и, так сказать, умерил пыл, вот, ну, следующий бой, Александр Волков, Грег Харди, опасным, опасным был бой для Волкова, потому что Грег Харди является превосходным атлетом, просто, удивительно быстрые руки у этого парня, при всем при этом, он показал еще здесь улучшенное кардио свое, да, то есть он работал три раунда. Обрати внимание, какой у него пузо на этой фотке, просто, обрати внимание, то, что это старая фотка, одна из первых, когда его мне снимали для сайта, здесь у него такой, ну, внушительный лишний вес в районе живота, сейчас, когда мы видели его на взвешивании, у него существенно меньше стали жировые складки на пузе, и существенно шире стала спина, да, парень, который явно очень серьезно относится к своей карьере, для него это не проба пера, как для Сеймпанка, заглянуй так, пару раз пизды получить и уйти в закат, а, реально он относится очень серьезно к своей карьере, и лично по этому бою, серьезно поднялся в моих глазах, потому что, я не относился к нему прям так серьезно, а здесь он показал то, что именно как атлет, как физический человек, человек он очень силен, очень быстрый, он весит 120 килограмм, и при этом руки у него пушечные, сокращая дистанцию, он очень быстро, ему не хватает техники, не хватает еще опыта технической составляющей, и поэтому в большинстве ситуаций в ударных, он волкову проигрывал, просто не дотягивался до него, не мог адекватно выкинуть удар, который пришелся бы в цель, и по сути по голове соперника попал всего пару раз за бой, но, это не отменяет того факта, что он очень силен, волков это все-таки топ 10, это один из сильнейших тяжей лучшей организации, и игрок Харди прям не выглядел таким очень слабым, хилым мешком для битья, волков отработал Саевова, отработал безопасно, и забрал победу, которая так была ему нужна, но, я думаю то, что у Харди весьма неплохое будущее в организации, плюшки все равно пропускал волков, конечно, когда он пропустил вот эту, чекуху блять за ухо, ну, ты знаешь, что обычно бывает, когда за ухо попадают, вот, из-под жопника от Харди, я, если честно, испугался, потому что, ну, это там, вот, где-то вот в этом вот районе, вот, находится опасный выключатель, рычажок, да, такой рычажок, который может привести к определенным моментам, и, вот такие удары лучше реально не пропускать, но в остальном особо никаких опасных моментов для него не было, единственное, что знаешь, мне не нравится, как волков работает вот ногами, то есть, для него вообще мидлкики, привычным пониманием, мне кажется, вообще запрещены, да, 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 кстати, я тоже в течение боя, я смотрел, и думал то, что, блин, а зачем ты наносишь мидлкики, реально получается, как этот, как ленивый тюлень какой-то, удары такие, и, по сути, будь соперник чуть более проворным, и, которым более может подстроиться, по ходу поединка, он бы подстроился к этому мидлкику, и ворвался бы уже с прямым ударом на ближнюю дистанцию, это если был бы более, скажем так, опытный соперник, поэтому, здесь нужно быть с этим очень осторожным, лоу-кики у него проходили прям очень хорошо, можно было отбивать ноги просто, хоть весь бой, и было видно, что харди очень неприятно от них, хай-кики просто прекрасные, блядь, ну мидлкики с такой длинной ногой наносить, это, ну такое себе, потому что, такую ногу, блядь, огромную поймать, это вообще проще простого, да, тема еще такая, что, реально, поймал его Льюис на колени, когда тот им спамил, просто начал спамить коленом в конце раунда, и промахнулся коленом, да, а вот Льюис не промахнулся, да, вот, и, собственно, Волков является очень подготовленным бойцом, и реально, у него очень быстрые эти фронт-кики, прям, моментальные, он прям по пузу, только так их работает, и они реально быстро, их не понимаешь. У него нестандартные, скажем так, антропометрические показатели, и, соответственно, ему нужно адаптировать нестандартно свою ударную технику, у него, по большей части, это получается, но вот в классическом понимании, как он наносит мидл-кики, если честно, это очень опасно. И джебы работают, да, ну вот я просто представил, причем, вот, сейчас скажу, да, представь лучше, если бы на его месте Нгану был, нанес бы он ему такой мидл-кик, что было бы, вот, давай вот сейчас на секунду представим. Вот Нгану, он не ждет, он работает, прямо на твою атаку, то есть ты, как бы, как это называется, ну, типа в разрез, да, ну ты чуть голову выкинул свою вперед, чуть приблизился, и уже в твою сторону полетит удар, это, как пить дать. То есть вот он, с Меочем работал, он не ждал, пока Меочем побьет, и уйдет, чтобы он сам нанес удар, знаешь, сначала тот бьет, потом этот бьет, он этого не ждет, он прямо на твою атаку накладывает свою, и вот этот момент, это просто стилистический крах просто для Волкова, потому что вот этот мидл-кик, да, он кинет, ленивый, или тоже колено, и просто, ну все, это будет, куда бы там Грану не попал своей колотухой, за ухо, в лоб, да просто рядом где-то пролетит, этого достаточно будет. Вот, реально для Волкова открывается огромное количество боев реально здесь, потому что он седьмой номер, есть и Льюис, но Льюис ему не даст реванш, есть Ингану, которого вызвал его сам на бой, что является очень интересным, прям таким. есть еще Алистара Верим, который если Жерзиньо пройдет, у них предыстория с Александром есть, есть и Джуниор Дос Сантос, который неизвестно, когда там свои танцульки закончит и оправится от травмы, тоже такой вопрос. Короче, в техжелом дивизионе движуха есть, и какого-нибудь адекватного соперника Александру, я думаю, точно подберут. Да, причем Волков, можно сказать, самый высокий из всех, там, таких бойцов, которые чуть ниже среднего, то есть, единственное, с кем могут его свести, это с Кертисом Блейдсом. Ой, ебать, не, ебалый. И это очень страшный тоже бой для Сани, потому что по физике... Пусть Кертис Блейдис еще раз Ингану лучше запиздится. Да, третий реванш, как он там говорил, 9-10 случаев он выиграет. Ну, как этот, в 8 из 10, вот как раз следующий должен выиграть. В теории, потом будет 7 из 10. Вот, ну, Волт Харрис, на непонятной ситуации, тоже желаем всего лучшего ему. Вот. Волту Харрису сейчас нужно совсем о другом думать, не о боях. Он это прекрасно понимает. Следующий бой мне очень понравился. Вишенка, вишенка на торте, скажем так. Хочу сказать такой момент, то есть, вот, отдать, допустим, победу Клицину в первом раунде, допустим, да, это то же самое, что отдать победу, например, Катару во втором раунде, да, потому что Катар больше попадал руками по голове, и его бокс был реально лучше. Но забит он был гораздо быстрее, он наносил огромное количество ударов ногами, и раунды он забирал... Мне его удары по корпусу понравились. Да, то есть, реально, именно в комбинационной работе он смещал акцент на конечный удар, именно в печень, то есть, причем, Катар вообще не просил по кардио, мне вот это тоже удивило, было много ударов и ногами по корпусу, и... то есть, работа забита отлично, реально, то есть, он понимает прекрасно, что кардиоактивно у него на два раунда, и он сам намеренно снижает кардио соперника, но при этом Катар вообще не устал, да, он так жестко начал напирать в третьем раунде... Я бы тебе даже не сказал, он не то, что не устал, он вообще не изменился, он работал в первом раунде достаточно активно, причем, вы все прекрасно понимаете, кто хоть когда-то пытался наносить удары, Келвин много промахивался, много промахивался в первом раунде, и много промахивался во втором, но каждый удар, когда ты наносишь по воздуху, отнимает просто у тебя огромное количество сил и выносливости, и Келвин, с учетом того, что к третьему раунду он вообще не вымахался, он свое кардио прокачивал просто по ходу, я не знаю, какими силами, это парень, который показал просто очень выдающуюся выносливость. Причем, да, причем он выглядел немножко уставшим во втором раунде с Шейном Бургасом, он выглядел уставшим с Ренатом Маякана, а здесь он выглядел реально хорошо, учитывая, что он работал гораздо активнее. Я тебе так скажу, с Ренатом Маякана просто он, как вообще не в своей тарелке выглядел. С Бургасом у них такой собачий бой был, как и все бои Бургаса, и это очень сильно, скажем так, изматывает, хотя бы потому, что Бургас ему там нанес, наверное, штук 800 ударов по корпусу. Да, да, да. Вот, ну, собственно, третий раунд, вообще концовку забрал Катар, он там прям жестко взорвался, такие апперкоты, ну, просто, вообще невероятные. Я бы тебе так сказал, это самые жесткие бои в карьере Забит, это 100%, потому что в какой-то момент у меня даже ёкнуло, где-то там в глубине души, когда Забит в размене пропустил вот этот вот размашистый боковой слева, и его шатнуло, и он откатился к сетке. И Катар, я вижу, что он вынослив, он готов добивать. Я думаю, бля, да ну нахуй, вы че? И Забит молодец, что он смог пережить вот этот спрут, и, соответственно, не дать своему сопернику добить. В какой-то момент Келвин даже решился на прыжок с коленом, блядь, который, ну, попал, да, но по сути это было ошибкой, потому что он проиграл драгоценное для себя время. Ну, что я могу сказать здесь? Опасения, которые высказывались в подкасте насчет того, что у Забита есть определенные проблемы в третьем раунде, эти проблемы с выносливостью никуда не делись, как мы видим, и по сути могли стоить ему вообще победы в этом поединке. Ну, это было с бочником, это было со Стивенсом, и сейчас Келвин Катар показал то, что не смогли ни бочник, ни Стивенс, он реально этот раунд просто доминировал, и это было очень опасно. Я не знаю, ребят, это было всего три раунда, если бы они по уму дрались пять раундов, как обычно это бывает в мейн-ивенте, это был бы плохой бой для Забита, и, если честно, мне не хотелось бы видеть его в таком поединке, как и не хотелось бы видеть его сейчас в поединке за чемпионский пояс, потому что я хотел бы, чтобы он привез пояс, а не выиграл два раунда, и проиграл три следующих. Я надеюсь, что он основательно займется своим кардио, и на чемпионский бой выйдет уже с нормальной выносливостью. Вообще, Катар был неудобный бой для него, как бы, как я считаю. Плюс ко всему... Да, Катар для любого неудобный бой, потому что это прекрасный боец. Один из самых чистобьющих. Да, почему-то он очень недооценен многими, многие просто, ну, не воспринимают его топового спортсмена, хотя, учитывая, какой у него рост, какая у него физическая форма, вы посмотрите на него, в 65 килограммах, он ростом метр восемьдесят, и мышечный, блять. Где еще такие бойцы здесь? Ну, Бурга столько. Бурга, да, да. Да, и все, по сути. Он очень большой для этой весовой категории, и при этом очень бьющий, поэтому не относиться к нему легкомысленно, но это верх глупости. Да, я посмотрел бы Катара, там, хайпит все Арнольда Алина, я вот бы с ним посмотрел. Не бать он его напиздит, конечно. да, жестко. Он просто хайпит, его уже десятый раз там пишут, типа, вот, смотрите, 6, 6 трик там у него, вот, ну, собственно, ну, или с тем-нибудь еще топовым, там полно бойцов. Забита я не хочу видеть в мейн-эвентах, вообще, не хочу. Знаешь, сейчас у Забита наступает такое время, потому что все соперники, которые стоят перед ним, все имеют замечательное кардио. Единственный кардиофейл Альда сейчас ушел драться в 61 килограмм. Все остальные, будь то, я не знаю, корейский зомби, тот же Майкана, кто еще там у нас есть, Артега у нас есть, кто еще. Да, там, я думаю, чемпион есть, Волкановский, который дерется с чемпионом, они все обладают просто пятираундовым кардио и готовы работать нон-стопом. Здесь, я думаю, для Забита каждый из этих боев будет очень сложным. И сейчас, вот, с кем я бы его реально хотел посмотреть, это с Еиром, потому что Еир одержал важную победу для себя и предыстория у этих парней тоже есть. Вот, с Еиром бы получился очень интересный, красочный бой и, пожалуйста, на три раунда. Да, кстати, на три раунда обязательно, потому что, ну, в принципе, Еир тоже садится по кардио, но не настолько. Собственно, вообще, лично, как я оценил Забита, я не считаю, что проблема для него это кардио, реально, потому что стилистически он может, стилистически он неудобен для всех вообще из топ-15, как бы... Да, он для всех неудобен, он не в том дело, он работает очень энергозатратно, вот эти вот его фишки, которые позволили, по сути, ему быть таким ярким, зрелищным бойцом, которого все люди запоминают, это вот эти прыжки в воздухе с разворотом, там, отталкивание от пола, там, удары, вот, как он там на руку становится и бьет, там, амплитудные броски и так далее, это все уж очень энергозатратно, он наносит много ударов за первые два раунда и, соответственно, львиную долю своей выносливости затрачивает именно на это. Если он начнет работать более тактично, он же высокий, он может работать контрпанчером, просто проваливать, встречать, и за счет этого, там, выбрасывая по 10 ударов за поединок, работать 5 раундов и вообще не устать. Это такое, скажем, ну, наблюдение со стороны, я думаю, они вполне небезосновательны. Хотелось бы, чтобы вот тренерский штаб тоже это понимал. Смотри, а вот тема такая, что Жизальда правильно, забит условный третий номер рейтинга и по факту четвертый номер Родригес, да, и, соответственно, я бы посмотрел бы на их бой, но если не на них, не на их, да, то, хотя, вот как я вижу, да, то есть, если зомби побеждает Артегу, то забит бьется с Родригесом и этот бой, дает претендентский статус. По факту, реально, неизвестно, кто выиграет Валкановский или Холловей, бой очень близкий. Сейчас себе там напишу, что Макс Карлик она пиздит. Карлик, посмотрите, бой Сальдо, насколько он стал лучше в стойке, да, он просто пахарь настоящий. На самом деле, он не то, что даже пахарь, он настолько мощный, несмотря на то, что он маленький, он как это, он реально, как гном, у него столько сил, именно и на тейкдаун, и именно на ударную мощь, и на кардио. Реально, если он будет врываться на ближнюю дистанцию, Макс там такие подачи ловить будет, что просто охуеет от жизни. Это из разряда, в свое время, я такую провел параллель, ну, еще на начале своего просмотра, там, мы, да, как бы, в школе, когда учился. Вот, как я оценивал Вайдмана при бое с Сильвой, это как улучшенная версия Чайва Сонона, да, и вот Вулкановский, это улучшенная версия Фрэнка Эдгара, да. Да, Фрэнк Эдгар, который с панчем. Да, Фрэнк Эдгар, который с панчем, Фрэнк Эдгар, который может и работать по технике, в плане, именно по очкам забирать бои, потому что у Фрэнки были моменты, когда он по очкам просто, ну, не мог, из-за скорости, из-за габаритов. Ну, как с тем же Альдо, например. Да, вот, не хватало чуть-чуть размах рук, у Улкановски руки пиздец длинные, они почти как у Холуэя, да, собственно, как бы забит, я думаю, должен проходить Родригеса, если бой не в мейн-эвенте, да, если бой будет с Холуэем, забито мало шансов, реально. Я, я, блядь, перебью. Я надеюсь, что он начнет грамотно расходовать силы, этого не хватало, очень многим, а Манди, ну, не с Тайрону, Вудли, список можно долго продолжать, которые, про которых начали говорить, что они там получили такое, не в рот ебаться, новая гардио, да ничего, они ничего не получили, они просто начали грамотно расходовать силы, они перестали наносить херовую тучу ударов, они наносят удар только тогда, когда он гарантированно дойдет до цели, и для Забито, с его классом ударной техники, учитывая, насколько он точен, насколько он хорош, это можно сделать и в атаке, и в контратаке, и просто, ну, немножко пожертвовать своей зрелищностью, но при этом быть выносливым на протяжении пяти раундов, мне кажется, это разумно, если ты хочешь стать чемпионом. Просто реально, дивизион очень интересный, и поэтому много времени мы отводим на это разговорами, да, реально Забит, он может как снизить плотность боя, намного, как минимум в два раза можно снизить плотность, и сделать, как бы, лучше для себя третий раунд, а можно отдохнуть, да, если мы говорим про пятераундовый бой, потому что техники у него, ну, техника великолепная, она предрасполагает то, что он в защите хорош, и два раунда он может спокойно отдыхать, там, да, бегать, отстреливаться аккуратно, причем, смысл в чем, что если Забит не борется, Кардио становится лучше, что мы увидели с Катаром, то есть он не устал во втором раунде, а он устал только к третьему, к концу, к концу второго, да, когда он как раз таки пытался бороться, но не получилось, потому что у Катара, извините меня, школа борьбы тоже с самого колледжа, вот, в принципе, я думаю, мы объяснили по Забиту конкретно, а вот, кстати, по Катару я хочу сказать, что я посмотрел бы бой либо с Эммитом, вот, ну, приучесально нам, Эммита, кстати, мы тоже забыли, тоже такой пушечный гном в этой весовой категории, и реально очень незаслуженно мы про него забыли, реально тоже очень классный боец, ну ладно, Катара, я думаю, в принципе, можно посмотреть с кем угодно, это боец, который зажжет, зажжет, причем, в любом смысле этого слова, будь он то поражение, будь то победа, но я надеюсь, что все-таки следующий бой он выиграет, классный боец, и выступления его, я думаю, на топовом уровне будут еще лучше. Да, пишите, на что ставили, что прошло, что не прошло, пишите, понравился ли турнир, если вы ездили, пишите, какие были эмоции, как болели, вообще, какие интересные моменты может быть были с UFC Moscow, также подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, ставьте лайки, да, и пишите все, что хотите, как хотите, подписывайтесь на канал, здесь говорят правду, просто подписывайтесь на канал, Продолжение следует... Продолжение следует...